Патриотическое и гражданское воспитание молодежи – это большая и ответственная работа, которая регулярно проводится в нашем городе. Кому, как не этим, молодым людям придется защищать родину в случае возможной опасности. Задачей сегодняшнего урока мужества было воспитание и уважение к профессии военного, к воинской чести и долгу перед своей страной. Когда, не дай бог, настанет тяжелые времена, мы вместе с вами должны стать в один строй и защитить свою родину. Самое главное – это память. Память о тех, кто защитил нашу родину. Память о тех, кто участвовал в вооруженных конфликтах. Хочется выносить огромные слова благодарности. Во-первых, конечно же, руководству администрации города Десногорска, потому что наш руководитель Андрей Николаевич Шобин, он военный, а бывших военных не бывает. И работа, которая организована в воспитании молодого поколения военно-патриотическом направлении, она, конечно же, видна. Мероприятие было проведено совместными усилиями учреждений Десногорска. Комитетом по культуре, спорту и молодежной политике, физкультурно-оздоровительным комплексом Десна, Центром культуры и молодежной политики, а также общественной организацией Комитет солдатских матерей. На протяжении многих лет Комитет солдатских матерей сотрудничает с воинскими частями области и сохраняет с ними дружеские отношения. Одна из важных целей этого сотрудничества – воспитание молодежи как в военном направлении, так и в гражданском. Одним из результатов можно считать сегодняшний урок мужества. Военнослужащие подразделения антитеррора Смоленской войсковой части показали боевые навыки, которые применяют на военной службе. Эффектные приемы и особый боевой дух произвели должное впечатление на присутствующих. Бойцы напомнили, что армия – это место, где юноша становится сильным и ответственным мужчиной. Я побывал на этом событии, оно очень важное и значимое у нас. Ребята показали очень классный мастер-класс, и всем пошло на пользу. Вообще, я считаю, что это очень важное событие, и в целом оно очень нужное для молодежи в данный момент, потому что защищать Родину – это долг для каждого человека. Лично я и собираюсь проходить и в армию, и поступать дальше в военное училище или академии. Меняются времена и нравы, но понятия настоящего мужчины и защитника навсегда связаны со службой в вооруженных силах. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ